У нас еще осталось несколько очень важных штук про формулу Мюрклуза, которые надо обязательно делать. И они хоть трудные, но зато вы формулу обращения Мюрклуза тогда лучше поймете о ожерельях или о периодических последовательностях. Давайте я сначала сформулирую обе задачи. Они имеют разные ответы. Одна из них про окружность, а другая про отрезка. Давайте сначала про отрезка. Представьте себе, что нас интересуют слова из некоторого алфавита, в котором n-бюш. Ну, например, n равняется 2. И слова некоторой конкретной длины. Нет, не хочу, простите. К-буква, девушка, потому что она не дозборная. Да, лучше, чем, например, К-букв. Есть некоторые алфавиты. Например, из буквов, а и м. И нас интересуют слова некоторой фиксированной длины. Понимаете ли вы, что некоторые из этих слов будут периодическими, а некоторые из этих слов не будут периодическими. Согласны? Что значит периодическими? Сейчас расскажу. Сейчас расскажу. И, кстати, вопрос о том, что такое периодическое слово, может быть в двух вариантах. И все это задачи, которые надо научиться решать. Итак, первая формулировка. Представьте себе, что n равняется 6. И у нас есть такое слово. Ма-ма-ма. Вы согласны, что разумно считать, что это слово периодическое с периодом 2? Да. А еще у нас такое слово. Ма-ма. Периодическое с периодом 3. Периодическое с периодом 3. Если бы у нас было b-5 и ма-ма-ма, то это было бы... Вот, 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 вот. А вот дальше интересный вопрос. Представьте себе, что я беру такое слово. М-а-а-а. М-а. Как вы считаете, оно периодическое или нет? А периодическое значит, что оно будет в полу. Вообще-то оно периодическое. То есть, если бы оно не обополосило, то оно могло бы продолжаться по следующему принципу. Здесь а-а-а, понимаете, да? А-а-а, да. М-а-а и так далее. Поэтому в некотором смысле разумно считать его периодическим. Считать, что у него период 4. Но с другой стороны, оно вот не так периодическое, как это. Понятно? Да. Соответственно, фактически у нас есть две задачи. Заметьте, задачи о таких вот словах, которые написаны в строчку. А еще есть знаменитая задача о оживлениях. Она формулируется так. Те же самые буквы мы пишем по окружности. Понимаете? Вот здесь вот 6 букв, написанные по окружности. Очевидно, что это последовательность периодическая. Да. Даже по-разному. Да? Даже по-разному. Ну, что еще по-разному. МАМ, ММА и АММА. Да, 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 конечно. Если у вас есть период МАМ, то АММА тоже период. И ММА тоже период. Конечно. Когда у вас есть кратчайший период, то начиная с любой его буквы, когда вы читаете, то вы получаете период. Отлично. И задача формулируется так. Сколько у вас существует этих самых ожерельей? Почему эта задача, что называется, еще трудная? А потому что вопрос. Вот если я беру эту окружность и смотрю на нее с другой стороны, то есть отражаю. Это будет тоже самое ожерелье или нет? Да, вот так будет. Зависит от того, как вы будете понятно формулировать задачу. То есть у этой задачи тоже есть минимум два варианта. И далее, еще что считаем. Мы хотим найти количество не периодических ожирений, или же мы хотим найти количество всех ожерельей данной длины. Так вот, как видите, задач много. Да, да. Много разных. И понятно, что если мы сейчас с вами будем решать все вместе, ничего хорошего не будет. Поэтому давайте, не так важно в каком порядке, давайте, скажем, сформулируем первую задачу и попытаемся ее решить. Итак, первая задача. Сколько существует последовательности длины N в алфавите из камня, не имеющих периода длины D, где D меньше N и N делится на D. То есть, я сейчас запрещаю такие штуки типа мамама или мамамам. но спокойно отношусь к словам типа маааа, мааа. И прошу вас найти количество непериодических слов. Понятно, что я сказал? Да. Я не говорю, что вы должны сразу пописать решение, но вы должны понять формулирую. Вы должны понять формулирую. Давайте начнем с каких-нибудь совсем простых случаев. Давайте возьмем, скажем, в качестве N сначала 1. Скажите, пожалуйста, какой-то табут ответ. Нормально? Да. Давайте подумайте. Сколько существует последовательности длины 1, у которых нет меньшего, чем 1 период? А ка уточку? Ка тут была равна 2. Я уже, давайте, это уберу. Понятно, что для примера было 2. Ка любое число. А равно ка? Конечно, ка. Конечно, ка. Ка равна 2? Нет, берем любую 2. Собственно, это и есть порог. Если ее длина 1, то меньшего периода не может быть, потому что не может быть и все. Отлично. Теперь следующее. n равно 2. Какой тогда будет ответ? Мы с вами тоже очевидны. 2к. k на конюнце 9. Ну, то есть, на самом деле, k в квадрате минус k. Да? Так, почему? Потому что мы заключаемся в последовательности из двух повторяющихся букв. а значит первую конечно. Всего последовательности k умножить на k. Первую букву написал любую, вторую написал любую. Но последовательности, состоящие из двух одинаковых букв, надо выкинуть. А их ровно ка штуку. Так? Нет. Так. Отлично. А для трех? Всех будет k на k, но мы должны вычесть все последовательности, которые состоят из трех одинаковых букв. Поэтому у нас будет как бы одна буква. Ну, последовательность трех одинаковых букв, чтобы посчитать количество, надо просто посчитать сколько в рядах букв. То есть, ааа, ббб, ббб, такой один. Их, конечно, столько, сколько букв. Слушайте, а понимаете ли вы, что так будет не только для тройки, а для любого числа простого? Вот, например, для пятерки. Какая будет форма? А для любого простого числа? Ребята, вообще-то мы с вами доказали малую периодома. Объясняю, что это такое. Помните, вы говорили, период можно читать с любого места? Да. Так поймите, пожалуйста, можно на... Вот у вас есть непериодическая последовательность. Ее можно по кругу прокручивать. Понимаете? И получается, что, когда у вас здесь любая последовательность, вы ее так... То есть, с первого места стоите на самое последнее, а все это не сдвигаете. Потом, что-то раздавец на первом месте стоите на последнее, все это не сдвигаете. Вот это обязательно делится на п. Для любого числа, для любого числака. Это утверждение настолько важно для теории чисел, что у него есть специальное название. Малая теорема все. k в четвертый. Потом? Минус k и потом еще минус... Нет, не минус k. Минус то, что k. k в второй. k в четвертый минус что? k в второй. Минус k в квадрате. Минус k в квадрате. Да. А вот теперь вопрос. еще что-нибудь надо читать или нет? Минус k. Уверен? k в квадрате. Уверен? Смотрите, что такое k в четвертый? А, нет, нет. Это количество всех последовательств, совсем всех, состоящих из четырех букв. Какие плащи? Те, которые вот такого иногда и те, которые из четырех одинаковых. Так? Отлично. Вычитаем те, которые по две. Вычитаем k в квадрате. А теперь вопрос. А вы понимаете, что при этом мы их тоже вычитываем? А, потому что это тот же самый инфект, который был, когда мы учили функцию вирус. Понимаете? здесь k в четвертый минус k в квадрате. Вот, вот она, штука. И вот это число делится на 4. Ну, кстати, более понятно, почему. Если k четное, то оба числа делятся на 4. Если k нечетное, то здесь k квадрат выносится, а k квадрат минус 1 для нечетного числа на самом деле делится даже на 8. 4, то 4. Так. все понятно? n равно 6. Какой будет ответ? Минус k в третьей. k в шестой. k в шестой. k в шестой, это правда. Минус k в третий, минус k в второй. Минус k в третий, минус k в второй. Все. Нет, не все. Нет? Минус k плюс k. А? Минус k. Плюс k. Плюс k. А почему плюс k? Потому что два различника. Давайте на картинке это выглядит так. Вот у нас есть последовательность, вернее, 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Что такое k в квадрате? Это количество последовательств такого вида. Да? Последовательств такого вида. Период период ровно три. Что такое k в квадрате? Это вот такие. Но, когда вы вычитали такие и такие, то строго постоянные последовательности вы вычитали здесь и здесь. Их надо вернуть. Понимаете? Вы их вычитали два раза, а надо было вычитать. Замечательно. А это уже должно вас наводить на ответ. Такое у нас было. То есть, идут делители числа 6 с какими коэффициентами? Коэффициентами. Правильно. Значит, как же выглядит развед? Сумма, да? Сумма. По делителям числа дальше. k в степени d. k в степени d. Совершенно понятно. Сумма, да, это от. Сумма, да, это от. Сумма, да, это от чего? D. Нет? Нет, 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 D. От чего? От n делить на d. Не слышно. От? Делить на d. n делить на d. Правильно. Так. А доказательства? Ну, во-первых, в принципе, можно говорить, вот как мы сейчас говорили, что там эти надо вычесть, потом вернуть те, понятно, да? нет, но это вентуды, если мы будем повторять доказательства формулы обращения неогрюса. Давайте поймем, как это можно формально сказать. Давайте введем такое понятие g от n. Ребята, g от n это количество, вот это вот количество, сколько существует последовательности, вот это самое число, давайте обозначим g от n, хорошо? Теперь вопрос. А сколько всего последовательности длины венту? Неважно, периодических, непериодических. В принципе, последовательности длины n. Сколько штук? К в степени н. А? К в степени н. Ребята, мы вернулись к понятной ситуации. Всего последовательности к в степени н. И это есть наша f от n. Помните, когда была формула обращения выбросов, была f и g. А теперь вопрос. Как выражается, вот смотрите, мы хотим доказать, что g выражается вот так. Все понимают, что это на самом деле f от d, да? Вот это f от d. Мы хотим доказать, что она выражается как f от d умножить на функцию небеса делить на d поделить с g. Замечательно. Но для того, чтобы писать формулу обращения небеса, надо знать, как обращает, как f выражается через g. Скажите, пожалуйста, вот у меня есть любое слово длины n. У него что есть? Господа, у него есть период. Согласны? Может быть, этот период длины n. А может быть меньше? Ну, что это значит? У любого слова есть кратчайший период. И этот кратчайший период чем является для числа n? Его делитель. Отлично. Значит, здесь будет сумма поделителя. g.d, конечно. Потому что, если мы взяли кратчайший период, то таких слов ровно g.d штука. Как поняли? Я утверждаю, что это очевидно. Потому что, когда у вас есть, например, слово длины 6, то оно либо не периодическое, либо оно периодическое с периодом 3, либо с периодом 2, либо с периодом 1. И, соответственно, все слова, все слова, их у нас хавский пенен штука. Это f, это просто-напросто хавский пенен. Получается так. И теперь внимание, вот эта штука это форму обращения. Потому что здесь написано f от d. А форму обращения выглядело ровно так. Победа! все называемые штуки, выглядело для раков whoa Продолжение следует...